На днях Нерингринский медицинский колледж отметил 25-летний юбилей. В настоящее время это многопрофильное образовательное учреждение среднего профессионального образования, осуществляющее подготовку специалистов под специальностями лечебное дело, сестринское дело и акушерское дело. Чем живет колледж сегодня, узнала Тамара Игнатьева. Организация учебного процесса в колледже базируется на новых образовательных технологиях. Улучшается и совершенствуется материально-техническая база, кабинеты практического обучения. В колледже обучается более 300 студентов. Многие из них приезжают с разных улусов республики. Алина Иванова родом из Верхневилюйска. Учится на третьем курсе. Мне здесь нравятся преподаватели, как они нас понимают, учат ко всему. Здесь у меня появилось много новых друзей. Город очень чистый, хороший, маленький. И люди тут очень добрые такие, помогают. В учебном заведении ведется активная работа по взаимодействию с лечебно-профилактическими учреждениями, с которыми колледж связан совместной деятельностью по подготовке и обучению будущих медицинских работников в рамках социального партнерства. Это практического опыта, практических жизненных ситуаций, о которых они могут рассказать. Студентам становится интереснее. Они вовлекаются в эту профессию, именно в здравоохранение. Им хочется познавать. Для того, чтобы познавать, они начинают заниматься научной исследовательностью. Конечно, они начинают для себя сами доставать. Конечно, у нас не умоляем достоинства наших методистов, которые с ними работают, преподаватели. Потому что ни одна научно-исследовательская работа у нас не может быть без руководителя научно-исследовательской работы. На торжественном собрании по поводу юбилея с огромной радостью была принята новость о том, что уже в следующем году Ниренгринский медколледж может принять студентов в новое общежитие. Следует напомнить, что в данное время колледж не может полностью обеспечить студентов жильем, и многие из них вынуждены снимать квартиры. Учебному заведению, попавшему два года назад в число 100 лучших СУЗов России, разрешение такой острой проблемы, без сомнения, придаст новые силы. Пользуются заслуженным уважением не только в республике, но и в целом в Российской Федерации. Как подтвердил приезд нынешним летом заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяны Владимировны Яковлевой. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Семен Амосов, НВК Саха, Ниренгри.